Всем привет! У нас сегодня здесь незапланированный рейд. Это Пушкино 32, Сан-Сити. Парк Кафедрального собора. По-старому парк Победы. Здесь у нас места для инвалидов, на которых в основном паркуются неинвалиды. И когда инвалиды хотят сюда приехать припарковаться, они никогда не находят свободных мест. Как видите, вот они, два знака. Парковка у нас здесь начинается от мест для инвалидов. Это у нас часть тротуара. Здесь машины эвакуируют. Если находят водителей, то оштрафовывают. Но отсюда всегда машины эвакуируют, если они не прожат. Вот у нас семейство. Женщины, а тротуарный переход для кого? Вы еще с детьми, беременны. Вы вообще в своем уме, мамаши? Это у нас такие мамаши обезбашенные находятся здесь. С пузом, с ребенком и под колеса машин. Просто офигеть, блин. При этом ниже пешеходный переход, выше пешеходный переход. Охренеть, блин, ема. Чем думают эти мамаши, блин? Чтобы у меня была такая жена, я реально ее бы отчитал бы так, чтобы она рада даже не была, блин. Подвергать риску, блядь, жизни детей. Офигеть, блин. Ладно, я не об этом, просто в кадр попал. Я сейчас о том, что у нас в основном здесь паркуются на местах для инвалидов машины, которые не относятся к инвалидам. Как мы наблюдаем. Я не вижу здесь знака о том, что эта машина принадлежит к инвалидам. Но вижу. А, супер полис у него. Супер полис. Номер телефона есть, но о том, что он инвалид, я не вижу значка. Это супер полис у него там, с номером телефона. У этой машины дачи я тоже не наблюдаю номер, никакого стикера на лобовом стекле. Ну, а у Вольво тем более не относится к инвалидам. Нет значка, потому что припарковано на тротуаре. Смотрим сзади. На стеклах заднего вида. Тоже не видно ни одного стикера, что машина принадлежит к инвалидам. На даче тоже самое. Ну и на Сузуки тоже самое. Не видно ничего, что машина принадлежит к инвалиду. То есть, ни одного стикера о том, что машина принадлежит к инвалиду. Естественно, вот у нас там выше, сдвинули полусферы. Прямо машина перекрывает обзор на пешеходный переход. У нас пару месяцев назад чуть ребенка здесь не сбили, потому что из-за так вот припаркованных машин водители имеют плохой обзор. То есть детей не видно. Взрослых с трудом видно, а детей тем более. Как вы видите, полусферы сдвинуты. Пару месяцев назад их Олег Мадрига с карабинерами расставил, чтобы машина сюда не заезжала. В данном случае, как видите, обратно полусферы сдвинуты и машина в тротуаре находится. И вот если будет идти ребенок, водитель его не увидит. И это уже будет трагедия. Вопрос, сколько еще надо смертей для того, чтобы вот такие вот автолоси научились соблюдать правила дорожного движения и в зоне безопасности пешеходного перехода, а это 5 метров, и на полосе движения, и на тротуаре не парковались. Естественно, мы на эти машины вызовем... Вот у нас там прямо на встречке, на пешеходке разворачиваются. Вот смотрите. Просто офигеть. А у нас маневры на пешеходном переходе запрещены. Вот такие вот у нас есть долбонаты от автолоси. Именно такой, знаете, высшей категории автолоси. Просто офигеть, блин. Вызовем сюда экипаж полиции. Вот видите, как люди идут. Могли идти себе спокойно, повернуть сразу на пандус, но идут с опаской для жизни, что очень плохо. Ну, а мы вызываем сюда экипаж полиции на эти четыре машины. Помнишь, как полусферы сдвигали? И как ребенка чуть не сбили здесь? Видишь, находятся у нас олени и двигают полусферы. Говорят там в комментариях, кому нужны эти полусферы, чтобы их сдвигать? Вот таким вот автолосям, как вроде этого водителя Тойоты, КХЦ-388. Вот таким вот автолосям мешает полусферы. Ну, а мы вызываем экипаж полиции. Я сегодня не один, сегодня со мной Димон. Сейчас Стас должен подтянуться. Ну, естественно, я здесь Николай. А мы вызываем экипаж полиции сюда. Если еще отбинем полусферы на место. Вот у нас водитель Тойоты съезжает. Ну, данные я полиции передам. По-любому. Ну, вот эта вот парковка очень опасна в зоне действия безопасности пешеходов. Сейчас мы подойдем к водителю. Здравствуйте, многоуважаемый водитель. Вы знаете, что вы припарковали с нарушением, с опаской для других пешеходов? Да, вот знаете, вот такая же самая машина здесь стояла. И чуть ребенка тоже не сбили. Потому что водитель не увидел его из-за вашей машины. Тут другие машины были до вас. Мы полусферы ставили на место. Понимаете, фонтан может стоить кому-то жизни. Из-за вашей неправильно припаркованной машины. У нас зона безопасности, знаете, какая до пешеходного пешехода? Вот Сан-Сити, два с половиной часа вперед. Ну, это не говорит. Давайте, смотрите, если здесь нет туалета, давайте будем сейчас здесь ходить. Ну, нет же туалета. Ваша логика. То есть нет парковок, можно парковаться. А сам с ребенком говорит, я аккуратно. Просто аккуратно. Удивляют меня такие аккуратности, блин. Сейчас возьму, сдвину полусферы на место. Вспомню молодые годы. Распадают на место. Раньше здесь, Олег, смотри, как ты был на место. С карабинером. Я попробую сам. Сюда не заезжали. Сюда не заезжали. Сюда не заезжали. Сюда не заезжали. Вот так. Чтоб не было у них желания сюда въехать. Даже вот так вот. В край, чтоб не могли въехать, чтобы не создавать помехи пешехода. Недавно, надеюсь, Олег, смотри, как я их взгляну с карабинером. Ну, начал вот такой добрый идиот. Под названием автолоси. И полусферы ушли в сторону. А мы их взглянули на место. Здравствуйте, молодые люди. А что вас подвигло припарковаться на местах для инвалидов? Извините, но не было никакого места. Ну, это давайте так. То есть, если нету туалета, то можно гадить везде, где попало. Если у меня нету денег, давайте я вас ограблю. Ну, это не стоит парковаться. Понимаете? Это специализированные места для инвалидов. А, вы знаете, и вам все-таки наплевать на это, на инвалидов. Здесь уже инвалид. А, нога... Вы инвалид или у вас еще что-то болит? Может, у вас голова болит? Может, у вас болит незнание правил дорожного движения? Вы шли сейчас нормально, ровно, не хромали. А тут вдруг у вас уже нога захромала. То есть, машину не хотите убирать? Сейчас уберем. Будет сейчас полиция, эвакуируйте, либо сразу уберите машину на парковку. Не переживайте, водителей нету. Нету водителей, я с ними не могу разговаривать. А вы на месте, перепаркуйте вашу машину, будьте так любезны. Вот у нас в Сан-Сити двухуровневая парковка, бесплатная, два с половиной часа. Нога болит. А ничего другое не болит? Совесть не болит? Нет. Совесть не болит парковаться на местах для инвалидов? Нет? Давай, хай! Вот это вот у нас такие граждане. Давай, хай и все остальное. Румына, Петипру, Теоси, Молдова. А, сейчас в Русском. Так я хочу говорить на русском, что меня что-то это запрещает. Или мы сейчас говорим о правилах, или об языковой проблеме. Что у вас сразу привычка? Съезжаем с правил дорожного движения на языковую проблему. Нога у него болит. Ты понял? Прикинулся, что спон там хромой, уже идет обратно ровно. Именно магия в действии сразу исцелилась. Моментально, блин. А, вот и владелец появился в даче. Он говорит, что он инвалид. Ему говорят, предоставьте документы. Он говорит, что он инвалид. Говорит, где значки? И сколько у нас псевдоинвалидов таких попадается? А, партия, либертатиши, демократии. ПЛДМ. Это что у нас за партия? Дуб этот, Стижар. От кого эта партия? То есть, то он инвалид, то нет документов, то еще что-то. Вот такие вот разговоры непонятные. Я так, сдалека слышу. На запись, может быть, и не слышно этого диалога от сотрудника полиции. То есть, водитель не согласен, что ему выносят срабцентный протокол за парковку на месте для инвалидов. И при этом он не имеет отношения к инвалидам никакого. Но он при этом не согласен, что ему выносят штраф. А вы от какой партии? ПЛДМ? Я смотрю, у вас там была бумажечка такая. Ну, вроде бы вы такие деятели, там, от партии какой-то ведете себя так. А, вы его не знаете? С ним шли вместе, и вдруг вы его не знаете. Интересно чисто. Да, но почему-то вы стоите рядом, и когда машина будет езжать, вы сядете же в эту машину. Ну, мы-то не знакомы, понимаете. Но вы пришли с ним, и были готовы вступить в диалог с полицией. Но увидели, что вас фиксируют на камеру, и сразу в сторону отошли. То есть, аминда максимала. Тогда, аминда максимала, то, что он начал прикословить, и не был не согласен со штрафом. А когда человек не согласен со штрафом, это максимально. 1800 ле и 4 штрафных пункта. Три штрафа, от 3 до 6 месяцев ходят у нас пешком. Пассажир говорит, что он с ним не знаком. Интересная ситуация. А, ну все, мы так и поняли. Вы хотите посмотреть, что здесь происходит. Ясно. Хотите стать звездой, да? А, ну все. Что, мужчина? И есть документы? И машина зарегистрирована? Машина зарегистрирована? То есть, смотрите, если машина, если вы инвалид, но машина не принадлежит к инвалиду, она не имеет права сюда заезжать. Правила. Да без разницы. Хоть у Папы Римского машину взяли, вы не имеете права сюда заезжать, если машина не принадлежит к инвалиду. Вот сейчас вам штраф максимальный будет, вынесен. То он инвалид, то не инвалид, то его машина, то не его машина. То есть, именно непонятная ситуация. Здесь инвалиды хотят припарковаться и не могут. Мы, я через заверующие. Да без разницы. Ну я не могу на каждую машину поставить, знаю. Ну сюда вы имеете право заезжать только на той машине, которая непосредственно принадлежит инвалиду. Ну вы когда, вы права вождения когда получали, вы их на них сдавали, вроде бы взрослый человек, а вы не знаете таких вещей, что на местах для инвалидов паркуются машины, которые только принадлежат непосредственно к инвалидам. Или которые осуществляют перевозку инвалидов. Обозначенные, зарегистрированные. Но при этом он не показал документы, что он инвалид сотрудником полиции. Ему сотрудник полиции говорит, покажите хоть удостоверение, что вы инвалид. Не обязан. Понял? Вот такая вот ситуация. Поэтому сотрудник полиции принял решение. Я вас сдаграссировал машину? Да, Аминда Максима. Вот у нас уникальная там ситуация. Митсубиси Красная решила припарковаться перед пешеходным переходом. Прямо при сотрудниках полиции. Ну и сотрудник полиции обратил внимание на данную машину. И сейчас подойдут к ней и сделают замечание. Потому что это как бы некрасиво и небезопасно для пешеходов. Полиции респект в данном случае. Вот только полицейские попросили отъехать оттуда водителя на Митсубиси Красном. Как въезжает уже водитель на Польсвагене. Вот просто удивляет. И полиция не смущает их? Вообще никак не смущает полиция. Правила дорожного движения вообще они как-то непонятно где. Забыты вообще. Сейчас мы подойдем водителю. Сделаем замечание, чтобы он не познакомился со штрафным протоколом. Молодой человек, опустите окно, пожалуйста. А вас полиция не смущает? И пешеходный переход. Пять метров зона безопасности. И полиция вообще не смущает их. То есть права вождения, наверное, покупали. Или это безнаказанность? Но так нельзя. Продолжение следует... Я вам только могу покатать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что вы поступает? Что правильно припарковался? Не правильно. Правильно припарковался? Не правильно. А какого уровня тогда еще выступали? Я говорю неправильно припарковался. Потому что же я... Так и я водитель... Еще раз объясняю. Я наоборот вызвал полицию. Мужчины сначала бы разобрались, а потом бы агрессировали. Мы наоборот освобождаем инстанции инфляции. То есть пришлось полиции объяснять правила дорожного движения. Что данная машина нарушает. Очень удивительная ситуация. Хотя они как бы знакомы с правилами дорожного движения. Но пришлось немножко сделать диалог. И тут сейчас подошел мужчина с тракеткой. Говорит, если ты нарушен, платишь штраф. Вот это я водитель Ольба. Человек вообще не разобрался в ситуации. Мы наоборот хотим, чтобы эту машину оттраховали. А если нет, то увезли в штраф. Потому что здесь парковка у нас запрещена. То есть, к примеру, инвалид здесь припаркуется. А ему надо на ту сторону. Это что, ему нужно... Пандус, пандус, пандус. Когда он может по прямой на коляске двигаться, по прямой приходится перед ним. Надо такие грузины оборачивать. Отсюда все экипажы полиции эвакуируют машину всегда. И в руководонадку, как правил 44, парковка на Коколаву запрещена. Пододи, поубфиксируй. Вот 2. Нужно здесь 3, на 2. Вот, вот, видите, на 2-3, что надо 2. А здесь нет, что надо 2. А утрой. Если бы уколаву не смогли, то все не будет, пока. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Которая перекрывает проход к пешеходному переходу Если здесь будут припаркованные инвалиды, колясочники заедут и захочут пройти до пешеходного перехода, он не сможет Потому что машина препятствует И человек будет вынуден двигаться по этому пандусу, потом по этому пандусу и там третий пандус То есть должен будет делать круг, хотя он может двигаться по прямой Ну и машину будут эвакуировать То есть кто-то сегодня машину не найдет О, еще один Сам не работает в воскресенье, а другому орет иди работай Вот интересные эти вот индивидуумы Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А может и меня отправят, хотя мы сами здесь фиксируем это Вот видишь, родители девочки объясняют, почему машину эвакуируют Молодцы родители Конечно, еще подходил парень тоже с мамой Сестрой интересовался, почему эвакуируют именно машину именно отсюда Мы ему, естественно, объяснили, но мы не зафиксировали этот диалог Я как раз видео с сотрудником полиции отправлял Ну что ж, Вольво стремительно будет мчаться в крушенную на штрафстоянку За парковку на тротуаре Сейчас зафиксирует колеса и она уедет Я не злорадствую ни в коем случае по данному поводу Но Если вы уже паркуетесь с нарушением, не ленитесь оставлять под лобовым стеклом номера мобильной связи Чтобы с вами могли связаться сотрудники полиции, чтобы вас не подстегла данная участь То есть эвакуация Я неоднократно это говорил в видео Что не ленитесь ставить номер мобильной связи под лобовое стекло Как делают это многие нарушители И они избегают эвакуации, а получают всего лишь штрафные протоколы Что я могу сказать Сегодня один водитель получил штрафной протокол максимальный Потому что он был не согласен со штрафом Потому что он говорит, что я ничего не нарушил Он был от партии зеленых в ПЛДМ Его друг вообще говорил, что они не знакомы Потом он, водитель дачи его позвал Говорит, давай в машину поехали Ну и Вольво уезжает Ну что, на этой ноте мы заканчиваем наш рейд сегодняшний Улица Пушкина, 32, Сан-Сити Места для инвалидов Мы здесь давно не были, не делали рейдов Вот решили напомнить о том, что места для инвалидов предназначены только для инвалидов И здесь никто не имеет права парковаться Ни при каких обстоятельствах Если машина не принадлежит к инвалиду Либо это не перевозчики инвалидов Официально машина зарегистрированная со знаками Парковка для инвалидов стала чистая Здесь инвалиды могут парковаться свободно Ну и тротуар также у нас свободен То есть проход к пешеходному переходу С вами был Николай Димон и Стас Проект водить по-молдавски Мужчина, пешеходный переход выше, а вы под колеса так лезете Молодой, а спешите на кладбище Нехорошо как-то А потом водители когда сбивают таких как вы, они виноваты оказываются Хотя вы под колеса лезете Ну что ж, на этом мы заканчиваем наш рейд Я больше чем уверен, что эта парковка Спустя некоторое время обратно будет запаркована Когда мы уйдем Потому что у нас есть водители, которые лень искать парковочные места И они сразу сюда заезжают и паркуются Без угрызения совести Вот такие вот дела Ну а мы идем по делам своим дальше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому